Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире Черноморского телеардиокомпания. С вами Владислав Майструк. А моими собеседниками сейчас будет Борис Бабин, представитель, уполномоченный по делам Европейского Суда... Правительственный, господи, да, простите. Правительственный, уполномоченный по делам Европейского Суда по правам человека и Михаил Тарахкало, директор по стратегическим делам Украинского Хельсинского Союза по правам человека. Здравствуйте! Добрый день! О чем мы будем говорить? О правах человека, как вы уже поняли, да, и о том, всем ли можно ли обратиться в суд, в Европейский суд по правам человека, и стоит ли это делать сейчас непосредственно. Дело в том, что у нас уже полтора года, два года, как идет война на Востоке, уже два года, как Крым аннексированный почти, и как на каждой воне права человека абсолютно никто их не соблюдает. Вот на данный момент, то есть даже на конец сентября, в Европейский суд по правам человека поступило около полутора тысячи исков граждан против Украины и России. Ну, по разным фактам, да, то есть это касается и Крыма, и Донбасса. Вот, Михаил, вы, как представитель Хельсинского союза по правам человека, говорите, что это легитимно, это правильно, что против Украины подаются иски в Европейский суд по правам человека, потому что если есть нарушение, они должны получить какую-то оценку. А вы, как правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, говорите, что нет, не стоит. Ну, подождите. Не нет? Подождите, нельзя говорить о том, что Украина вообще никогда и ничего не нарушает. Это второй вопрос. Нарушает. Речь, скажем так, о соотношении долей. То есть это, нельзя бы как бы позицию правительства говорить о том, что вот никто не должен жаловаться. Безусловно, люди имеют право как минимум обращаться. А просто о результате этого обращения. Ну, да, результат будет, что Украина будет платить большие деньги, если проиграет. Если проиграет. Будет платить большие деньги. Скажите ваши аргументы, почему да, а потом вы почему все же… Почему может быть. Почему может быть. Это зависит от категории дел. То есть возьмем категорию дел, ну, одну из самых распространенных. Обстрелы в зоне АТО, в результате которых, скажем, пострадали люди. Ну, простой пример. Таких очень много дел у нас, к сожалению. Здесь все очень просто. На самом деле, человек, который пострадал, допустим, пострадали его родственники, он не знает, кто стрелял. Он, может быть, стреляли пророссийские сепаратисты, может быть, стреляли украинские военнослужащие. Это неизвестно на данный момент. Первое, что делает любой нормальный человек, он идет в правоохранительный орган и пишет заявление о преступлении. Вот случилась такая беда, у меня разрушили дом, у меня погибли родственники. Проведите расследование. И что делают наши органы в большинстве случаев? Они лишь формально там составляют несколько бумажек, очень часто не проводят необходимых экспертиз, и так остается непонятным. Собственно, кто виноват и кто стрелял. И вот по этой категории дел, по моему мнению, здесь однозначно нужно подавать противодок государств. Даже если допустить, что здесь предположить, скажем, что украинская сторона, Украина, не несет никакой ответственности за эти действия. Вот, непосредственно за сам факт обстрела. То есть здесь возникает вопрос, ну хорошо, если вот, допустим, этот населенный пункт, или село, или дом находился на подконтрольной Украине территории. В соответствии с Европейской конвенцией есть четкое обязательство провести эффективное расследование в случае, если погибли люди, если ущерб здоровью нанесен серьезно. Нет такой вопрос в связи с вот как раз обстрелой. Важно. Вот сколько исков из Донецка по этому поводу? Непосредственно. Не считал, я не могу сказать. Это важно. Почему? Потому что, например, вот вы говорите, подавайте суд по правам человеком, потому что у вас, по крайней мере, есть право, чтобы официальные органы украинские провели расследование. Ну а как проводить расследование украинским органам власти в Донецке, например? Давайте тут все-таки немножко уточнить ситуацию. Да, уточните. Я так понимаю, что речь идет о тех событиях, которые произошли на подконтрольной Украине территории. Как известно, сейчас у нас есть несколько видов статуса территории. Первое – это зона АТО. Да. Это та донецкая, луганская часть, части Донецкой и Луганской областей, которые по факту подконтрольны украинской власти в полном объеме. В этой зоне АТО есть еще такая вещь, как линия размежевания. То есть, видповедно, до постановки обмину – это там, где органы власти не осуществляют в полном объеме. И есть у нас еще темчасовое оккупование территории, которые находятся, грубо говоря, за нулевым постом. И это третья ситуация. Фактически мы имеем определенным образом три разных правых режима. Просто зона АТО, где Украина сделала… Да я в курсе. Дерогацию, зрителям объясняю. Чтобы все были понятны. Из линии размежевания, где мы тоже сделали дерогацию. И так называемая оккупированная территория, по которой мы устанавливаем определенные, скажем так, снятия юрисдикции по первой статье, потому что мы, извините, не отвечаем за ту власть, которая сейчас там проконтрольна Россией. Сейчас да. Но я имею в виду, что обстрелы начались еще тогда, когда не были приняты украинскими вставами никакие постановления относительно зоны ответственности. По поводу зоны ответственности. У нас есть четкий рубикон. Это первые минские соглашения. Первые минские соглашения зафиксировали линию разграничения. До минских соглашений действительно линия фронта менялась очень динамично. И мы в обращении к Европейскому суду специально указали об этом. Мы дали ему все перечни населенных пунктов, все эти привязки к координатам, все это все в суде с датами. Что мы сказали? До этого момента в каждом деле необходимо очень тщательно изучать вопрос юрисдикции. В тот момент, в конкретном населенном пункте, на конкретный момент времени. Но я так понимаю, сейчас речь поднялась действительно о проблеме, когда люди гибнут, получают ранения на подконтрольной Украине территории. Не только. Не только. Не только. Не только. Ну тогда давайте это тоже разделим. Давайте тоже разделим. Если мы видим ситуацию. Спрашивайте. Когда мы имеем жертву на подконтрольной Украине территории, то, что вы сказали абсолютно правильно, необходимо провести эффективное расследование. Если Украина не в состоянии провести эффективное расследование, возможно, можно констатировать нарушение. Единственный здесь возникающий вопрос – это необходимость и достаточность прохождения национальной юрисдикции в этом вопросе. То есть, после какого момента суд сочтет, что вы исчерпали национальный механизм защиты. Что же касается эффективного расследования событий, которые произошли на неподконтрольной Украине территории, здесь возникает большой вопрос касательно вообще возможности этого эффективного расследования со стороны Украины. И, соответственно, возможности соблюдения наших обязательств. Вот по поводу нарушения прав человека на неподконтрольной территории чуть позже. Вот давайте по поводу того, вот разрушение, это просто самое понятное, да? Я пример простой. Давайте пример Дебальцева. Возьмем Дебальцева. Вы же сами сказали, что до первого Минска... До второго Минска она была подконтрольной Украиной. Да. Да нет, даже после второго Минска она была подконтрольной Украиной, потом потеряли эту территорию, потому что захватили ее. Так получилось. И что делать в этом случае? Там тоже были разрушения, именно в период, когда захватывалось, это была подконтрольная территория Украины. И даже формально, ну, как вы говорили в СПЧ, эти территории в принципе должны были бы, ну, то есть те преступления, которые там происходили, должны были бы расследоваться украинскими властями. Да. По идее. Но момент, когда на тебя наступает армия, я не очень себе это представляю, что выезжает там следователь и проверяет, ну, траекторию там одного, другого снаряда. Такие случаи тоже есть в матихийских против Украины и России? Здесь все очень просто. И логика абсолютно проста. Вот берем пример Дебальца. Я не буду на конкретные примеры людей, случаев из жизни людей, в общем говорю. Шло противостояние военное. Вот человек оказался жертвой этого противостояния. И здесь все очень просто. Здесь он подает, допустим, против двух государств и говорит, ребята, вот вы извините, вы вот убили моего родственника, и вот между собой возьмите и разберитесь, кто за это виноват. Поскольку шли боевые действия, следователи туда не выезжали, расследование не проводили, вы разберитесь между собой, кто должен провести это расследование, кто должен мне компенсировать мой ущерб понесенный, и кто будет виноват. Это очень простая логика. И здесь каждая из сторон, вот в случае этого человека, она скажет, вот извините, мы здесь ни при чем. Мы защищались, мы отступали, мы предупредили всех мирных жителей заблаговременно, что возможно наступление, что мы организованными колоннами вывозим всех, значит, кто под нашей юрисдикцией находится. И правда предлагалось. Ну, возможно. То есть мы, допустим, из колоний, из всех, которые находились, скажем, в Чернухино, повозили заключенных. Ну да. Это вы уже не были? Мы повозили всех заключенных из колоний. А другая сторона скажет, да мы вообще не нападали. Мы в Дебальце… Мы ни при чем. У вас гражданская война. Поймите правильно. Поймите правильно. То есть самостоятельно человек, он никогда не докажет, что какая-либо из сторон здесь виновата. А вот стороны, когда они между собой сойдутся в неравном бою или в равном бою, не знаю, зависит от доказательств, то они для человека эту истину установят с намного большей вероятностью, чем он сам соберет, поедет в Дебальцево, соберет доказательства и в лучшем случае вернется оттуда живым. Просто мне интересно даже, это просто темп реализации. Допустим, он подает право человека против Украины и России. Да. Что дальше потом европейский… Это зависит. Вы понимаете, вы задаете такой вопрос, который не является простым. Ну, это было достаточно общим. Смотрите, вот такая ситуация. Действительно, человек погиб в районе линии разграничения, вы задаете боевых действий. Самый простой вариант. Родственники обращаются. Это может быть военнослужащий, кстати, не обязательно мирное население. Это может быть то угодно. В том числе, скажем так, и родственники, человек с другой стороны тоже могут обратиться. В принципе, они граждане Украины, так же самым могут обращаться в СПЧ часто. И граждане России тоже могут обращаться в СПЧ, никто им это не запрещает. Соответственно, возникает опрос. Первое. Нарушение материального, нарушение процессуального. То есть, первое, кто привел к данному ограничению права к убийству, ранению, пытке. Второе, кто должен был эффективно расследовать. Если у одной стороны позиции «нас тут нет», естественно, требовать проведения эффективного расследования заведомо бессмысленно. То есть, куда обращаться, в какой суд, обращаться с требованиями Компроходительного органа, обращаться в этом случае. С точки зрения Российской Федерации, это не их юрисдикция. Это их позиция. С точки зрения Украины, это наша юрисдикция. В любом случае, мы не отрицаем ответственность за эти события с точки зрения необходимости эффективного расследования. Другой вопрос, насколько это расследование было эффективным и было ли. Но для того, чтобы констатировать эту суду, человек должен его инициировать, как минимум. Согласен. Мы всем нашим клиентам советуем обращаться в правоохранительные органы, заявления. Я думаю, что одного ИРДР здесь будет мало. Все-таки. Я думаю, что здесь, поскольку суды работают, и они, возможно, не всегда эффективны, но это уже касается трансбур, необходимо пройти какой-то этап обжалования предварительных решений. Нет никаких этапов здесь. Здесь просто подается, когда подается заявление, начинается расследование. И это расследование, оно просто глохнет. Оно ведется, ну я пример, вот мы, кстати, скоро собираемся выпускать по поводу анализа эффективности расследований в делах военнослужащих, где наши военнослужащие погибали и просили наше государство расследовать факты смертей. И вот там мы… То есть, анализ и как прокуратура работает, и как суды работают? И как милиция работает. Ну и милиция. Ну там, да, там сложные последствия, там есть и милицейская, и военная прокуратура. Очень все непонятно. И вот я вам скажу честно, что есть такие ситуации, которые вообще поражают, допустим, человека убивают в ходе АТО, убивают его, скажем, сепаратисты. Он, наш гражданин, наш военнослужащий, его родственники обращаются в правоохранительные органы, они начинают расследование, скажем, как без вести пропавшего лица. На каком-то этапе они получают тест ДНК, что этот человек погиб. И что вы думаете? Они продолжают дальше расследовать? Ну, кто его убил, при каких обстоятельствах он погиб? И все. Они берут, закрывают это дело. Понимаете? Это поголовно такая, да? Я не говорю, что это поголовно. Но есть такие случаи. Их встречаются, и это не единичный случай, к сожалению. Понимаете? Это ненормально. И вот поголовно, вот смотрите, поголовно ситуация такая, что эти расследования проводятся, в принципе, неэффективно. То есть, в принципе, можно констатировать, что необходимого перечня свидетелей не допрашивается, необходимых экспертиз не проводится. И, в принципе, установить вину, даже вот, даже мы своими силами, мы больше устанавливаем фактических обстоятельств, опрашивая всех возможных свидетелей, с которыми удается связаться, чем наши правоохранительные органы, которые обладают намного большим ресурсом. Вот скажите, вот те, кому, ну, как, против, даже не против, когда, например, то, что вы говорили, закрывают дело, там, оказывается, что человек не без вести пропавший, а умер, закрыли дело. Есть что-то, что объединяет этих людей? Ну, чтобы понять, это какая-то тенденция, не знаю, там, бедный, несчастный, всё. Нет, спасибо Боже. Или как? Нету такого. Это просто частные случаи. Нет, это просто частные случаи. Я полагаю, что да, мы обжалуем такие решения, их отменяют суды. Здесь вот, собственно, если, допустим, этот неубитый горем человек, который вот настроен идти до конца, и у него есть представитель, здесь проблемы нет. Вот проблема возникает, если человек, понимаете, он как бы рассчитывает на систему, что ему помогут, ему выручат, а на самом деле происходит всё наоборот. Ему втихую закрывают это дело, через год он, допустим, узнаёт и говорит, как же так. Вы знаете, здесь можно говорить о системных проблемах. Я не отрицаю наличие перегибов, но с другой стороны, введя 39-е правила, это ситуации, когда обращаются в Европейский суд с неотложными заявлениями об особо опасных нарушениях прав человека, мы эти сейчас процессы ведём, можно видеть, что во многих случаях правоохранительные органы выполняют тот минимум, скажем так, я не хочу их сильно хвалить, но тот минимум, который быть Европейским судом сочтён как эффективное расследование произошедшего. Но есть системная проблема, действительно, это системность, это возможность сосредоточения этих полномочий по расследованиям в неком органе. У нас сегодня этим занимается МВД, у нас сегодня этим занимается военная прокуратура, этим занимается СБУ. Очень часто грань достаточно условная. Более того, сейчас мы видим ситуацию принятия закона о государственном бюро расследований. И дела в части категории, которые будут подпадать, о котором мы сейчас говорим, но ещё переходит ДБР. Гнебель раки щука получил. То есть ещё один орган, четыре. Более того, скажем так, в ДБРе следователи, ну, дознавателей сейчас нет, следователи – это гражданские лица. Вы можете себе представить ситуацию, когда гражданский следователь под обстрелами расследует факт гибели мирного гражданина или военнослужащего. А наши законодатели могут. Понимаете? Они себе это представляют. Они себе это представляют. Или не представляют, что они в это будут делать под обстрелами. Это была встреча всех конференций представителей военных прокуратур, которые очень сильно не представляют себе, что будет дальше. Потому что мы с ними работаем, хотя бы в той части, которая сейчас худо-бедно происходит. Но что будет после марта 2016 года, лично я не знаю. Это большая проблема. Мы будем об этом говорить и обращаться, и достукиваться, скажем так. Потому что эффективное расследование в зоне боевых действий должны вести специальные органы. Ну да, специальные органы. Военнослужащие в том числе, которые давали присягу и которые будут исполнять приказ. В том числе под обстрелами. Специфику еще. Ну специфику может дать и гражданский человек. Вот полезть под пули опрашивать родственников. Да, это уже другое. Это совсем другое дело. Еще вот здесь вопрос возникает очень огромное. Допустим, мы говорим, что Россия ответственна за действия сепаратистов. Это мы пока только говорим. Да, да, да. Ну я имею в виду позиция заявителя. Да. И не привлек... То есть подаем против одного... Ну я беру гипотетическую ситуацию. Да, да. Вот подаем только против Российской Федерации. Это дело, скажем так, одно там из тысяч получается. Ну не одно из тысяч, процентов 10, скажем так. Не в этом суть. Да. То есть просто одно из... Я имею в виду реальную ситуацию сейчас по процентовке по тем, что подано. Да, я понимаю. То есть здесь возникает другая сложность. Вот, скажем, пройдет пять лет. Это дело передадут на коммуникацию правительству России. Оно напишет одну бумажку. Извините, нас здесь не было, мы ничего не знаем и не собираемся никак отвечать на вообще поставленные судом вопросы. Где человеку брать доказательства? Это все засекреченные материалы военной прокуратуры. Это засекреченные материалы... Да, возможно, несколько вариантов. Возможно, вступить со стороны Украины и предоставить эти доказательства. И мы будем вступать, это уже еще только политическая позиция. Я надеюсь, я надеюсь на это. То есть Украина как государство будет... Как третья сторона вступает в эти дела. И мы предоставляем весь вал доказательств. И мы уже, скажем так, начали. Я надеюсь на это. Но в таких ситуациях может получиться и по-другому, что на каком-то этапе Российская Федерация может предоставить какой-то свой определенный объем доказательств, которые нужно будет опровергнуть. И здесь тоже нужно будет действие правительства. Безусловно, как третья сторона. Вот это один из аргументов, почему стоит привлекать и Россию, и Украину. Сразу. Это наша позиция. То есть это позиция, которая усиливает, скажем так, позицию клиента в деле. Ну, скажем так. Теперь вот как бы с стороны правительства, конечно же, я не могу прямо говорить о том, что нужно обращаться с этими делами против Украины. Я готов признать, что безусловно, по значительному ряду дел, объективно, человек может считать, что его права нарушены обоими сторонами. Либо даже одной Украиной. Возможно. Я не против, что такая ситуация, скорее всего, очень распространена. В этой ситуации, конечно, исходя из позиции человека, как минимум желательно пройти эффективный национальный механизм в Украине, поскольку они есть. Если советовать всем обращаться, не проходя инстанции, или просто вкинув заявление в райотдел сразу в Страсбург, просто мне эта ситуация упрощается. Мы эти дела будем как бы касовать, отменять по непрохождению национальных инстанций. И значительная часть этих дел, к сожалению, против Украины в этом умрет. Кто бы ни был поясным полномочным, эти замечания будут. Если будет эффективное расследование. Если его вообще не будет, человек за ним не обращался, сразу пошел в Страсбург. Нет, нет. Такие, я не знаю, может быть, у вас много есть таких дел. Есть и такие, к сожалению, когда людям советуют писать... Ну, они просто, видать, юридически неграмотные. Ну, понимаете, я не хочу комментировать деятельность правозащитных организаций, они разные. Есть компетентные, есть не очень компетентные. Мы услышим очень разные версии. Смотрите, есть граждане. Это важно, чтобы граждане знали, кому обращаться, потому что права человека – это важно. Если даже Украина, как государство, не защитила человека, или наоборот, нарушила его права, она должна за это заплатить. Я, как налогоплательщик, готов. Безусловно, да. Но в данном случае, чтобы человек имел перспективу... Давайте называть имена. Вот есть же, например, те, кого вы знаете, кто вот, они недобросовестные, они работают плохо и лучше. Там, граждане, если ваши права нарушены, не обращайтесь к ним, идите вот в другое место. Идите вот в Кельсинскую, например. Ну, я не могу рекламировать. Нет, не рекламировать, но говорить, те, кто плохо работает, надо. Ну, не будем здесь кидаться. Не будем кидаться ко мне. Да, ладно. Просто позиция, чтобы быть четкая. Посоветовать хотел бы одно, что если человек уже решился подаваться, выбрал государство, против каких он хочет подавать, пусть он первоначально хотя бы подаст заявление по преступлению в Украину и в Российскую Федерацию. Поскольку обязанность эффективного расследования, она лежит и на этой стороне, и на той стороне. И мы своих клиентов подаем и туда, и туда. И смотрим и мониторим эти расследования. Вот системно Российская Федерация говорит, мы здесь ничего не присылали. Хотя вот я скажу честно, сейчас политика немножко изменилась. Они начали там нечто новое присылать уже. А что? Там немножко, ну я не буду раскрывать. Не, не раскрывать, без секрета. То есть раньше они просто присылали там Яны, Яхата, Немуя. А теперь скорее всего они будут имитировать, рассмотреть заявление. Они сейчас как бы вот пытаются, да, некую имитацию провести каких-то расследований. Мы расследовали и оказалось, что мы не причем. Это смешно, если у них Гиркин, который причастен ко всем событиям в Славянске, он ходит по городу, раздает интервью и нет ни одного уголовного. Ну это их внутренние проблемы. Касательно вот хотелось бы еще уточнить обращение в российские юрисдикции. Это очень сложный момент. То есть, да, действительно, если человек обратился, скажем так, опять-таки я думаю обращайтесь куда-то в Ростов или в Москву, скорее всего, да, то в этом, скажем так, я никакой проблемы для государства Украины не вижу. Но есть другая проблема, когда многие правозащитники советуют обращаться, и это касается уже не Донбасса, а Крыма, скажем так, в те органы, которые государство, Россия создала в Крыму после 2014 года. Здесь есть сложный вопрос. Сразу хочу сказать, мы имели консультацию по этому поводу и в суде с судьями, и с адвокатами, которые работают в Страсбурге. Действительно, по ряду дел, в первую очередь с опряженными, с нарушениями уже, скажем так, процессуальных прав человека, с задержаниями, с процессами, которые там происходят, безусловно, возможно задействование в том числе и оккупационных органов власти. Это даже не столько моя позиция, сколько вот такое, скажем, услышанное мнение, которое транслировано. Но если мы говорим о делах, связанных с людьми, которые находятся, например, на материке, либо в которых заведомо российская юрисдикция неэффективна, например, касательно отжима имущества, по так называемой актам национализации, по предоставлению гражданства, скажем так, насильственного и подобных вещах. Например, с Сенцовым или с Кольченко. Нет, Сенцов и Кольченко, у них там ряд, скажем так, вопросов. Не хочу комментировать отдельные фамилии. Но есть ситуации, когда человек, например, просто говорит о том, что ему выдали там россияне диплом, которому он не может дальше жить, потому что он ничего ему не дает. Или далее, скажем так, ограничили его в каких-то правах по наличию либо отсутствию российского гражданства. То есть те вещи, которые Россия считает правомерными по своему законодательству. Говорить о том, что по этим случаям, вопросам нужно обращаться в инстанции в Крыму. Ну, с точки зрения государства, понятно, мы не хотим, чтобы это происходило, потому что это определенным образом легитимирует оккупанта. Стоит ли это делать заявителю? Я услышал однозначную позицию и в суде, и отряда западных экспертов, что не стоит. Более того, у нас есть похожие примеры по Приднестровью. Подождите, тут детали. Потому что Крым это важно, нас очень много крымчан смотрят. Но дело в том, что аннексию Крыма не признали, ну, западные партнеры не признали. То есть в Европе не признали, Северная Америка не признала. Следовательно, все органы, правоохранительные прокуратуры, суды, которые имеют там Республика Крым или там Крым, они, по идее, не имеют никакой юридической значимости. Это сущный вопрос. Потому что если их не существует, они не могут, ну, форматы. Их же не признают. Нет, значит, не существует. Они де-факто существуют, Юра, нет. Значит, нет. Вот здесь, смотрите, есть ситуация. Первое, позиция Украины, отраженная в нашем законодательстве. Второе, есть международное гуманитарное право, обязанности государства-оккупанта осуществлять определенные действия на оккупированной территории. Могу вам сразу сказать, что позиция, ну, скажем так, как минимум родово-полномоченного состоит в том, что это органы оккупационной власти. Мы не отрицаем их наличие. То есть они есть. Ну, это же как бы глупо отрицать. Но вы не признаете их... Мы не признаем их компетенцию. И компетент. Мы не признаем право их осуществлять определенные вещи. Но то, что они существуют, извините, они существуют, да. Но второй вопрос в том, стоит ли их рассматривать как эффективную юрисдикцию, вообще хоть теоретически. По некоторым делам возможно. Хорошо, что делать крымским татарам, например? По каким именно, по каким конкретно делам? Берем, опять-таки, так как вы же конкретные дела, не можете комментировать? Мы можем комментировать. Берем конкретный эпизод. Взяли, например, выкрали человека. Где, здесь или в Крыму? В Крыму выкрали человека. Там его, не знаю, там, побили, ну, он говорит. Он говорит, да. И отпустили. И отпустили. Кому ему, куда ему идти? Ну, в данном случае... Или не отпустили. К сожалению... То есть, все равно идти к Поклонской, например? Ну, не к Поклонской, но условно говоря, да. Ему нужно обратиться, да. Хотя бы салют документирование нарушения. Хотя бы. Что просто изоляю. Правоохранительные органы. Понимаете, здесь очень тонкая ситуация, на самом деле. Очень тонкая грань, где можно проиграть дело и обратившись в правоохранительные органы. И не обратившись. И эти дела, они настолько специфические, каждый из них, в каждом из них нужно разбираться. Я честно советую вот людям, если у них есть желание заниматься делами, пусть они лучше компетентным специалистам обратятся. Благо их сейчас хватает, чтобы им посоветовали, как это грамотно сделать. Но я хотел бы подчеркнуть, что есть принципиальная разница между ситуацией, когда человек находится на оккупированной территории, и на него распространяется эффективная ренедикция государства оккупантов. Хорошо, вот у него конфисковали имущество. Где он находится? Здесь. Он может говорить о том, что он не признает эту ренедикцию, он имеет на это право. Это спорный вопрос. Возможно. Но он не признает, что у него отобрали имущество, хотя его отобрали. Он идет только в органы Украины. Он может вообще никуда не идти, теоретически. Сразу я спичал. Да, возьмем чистую ситуацию. Человек не имеет претензий к власти Украины, позиция такая. Он говорит, у меня на территории Крыма вот документ о национализации, принятый орган оккупационной власти. На уровне постановления... Вот Порошенко туда пойдет, например. Ну, не важно на согреться. Ну, не хочу комментировать. Я не хочу назвать любые фамилии. Хорошо, без фамилии. Господин Икс, да, у него есть документы на имущество. Есть некое постановление органа власти Республики Крым. Нет, зачем Республики Крым? Нормативный акт. Но их суда. Суды там не отбирают имущество. Почему не отбирают? Иногда. В основном это проходит через акт нормативный. Допускаю. А если есть нормативный акт, обжаловать действия нормативного акта, принятого согласно Конституции, законодательству Российской Федерации в оккупационный суд. Но, по-моему, Европейский суд явно со счет этого неэффективно. Я же говорю, очень зависит от обстоятельств. Согласен. Если, допустим, суд принимает какое-то решение о конфискации или отобрании имущества, это совсем другая ситуация. А если не было никакого судебного решения? То есть, если есть суд, лучше обращаться во все органы. Я бы сейчас не стал резюмировать. Согласен. Резюмировать не стоит. То есть, нету... К сожалению, да. Вот сейчас мы не умеем... Матрицы нет. Нет матрицы. Матрицы нет, нужно консультацию. Здесь может возникнуть ситуация, когда обжаловать нужно. И может возникнуть ситуация, когда, если ты обжалуешь, ты пропустишь 6-месячный срок на подачу жалобы в Европейский суд. И Россия сама об этом напишет. К сожалению. Да. У нас были ситуации, когда уже Европейский суд признавал неприемлемыми дела против власти Российской Федерации в связи с крымскими проблемами. Поскольку мы не исчерпали средства защиты, которые находятся на территории вот именно там. С другой стороны, есть абсолютный вариант, что пока вы это будете исчерпывать и пропустите 6 месяцев. Здесь риски есть везде. Есть очень разные категории дел. Например, есть категории дел, которые касаются нарушения прав человека для нерезидентов Крыма. Например, жителей Херсонщины. Есть и такие случаи, когда они что-то потеряли на территории Крыма. Очень индивидуальные случаи. Мы готовы. Мы вот оказываем, допустим, бесплатную правовую помощь. Если люди хотят, у них есть проблемы, они могут обращаться в Украинский Хельсинский Союз. Мы будем работать с делами. Ну, потому что даже есть временные, рамки 6 месяцев. То есть, или ты обращаешься... Просто есть, но есть такая... Очень, очень много ситуаций. А это дорого вообще? Что именно? Я не имею в виду, обратиться в Украинский суд, обратиться в Российский суд. Зависит от дела. И дневные сборы. Допустим, вот смотрите, европейский суд, обращение в европейский суд бесплатное. Вы платите только за письмо, которое отправляете туда. Ну, и за конвертинг, и за бумажку. Ну, да. И за ручку, да. Да, за письмо. Если говорить так, если вам это делает платный адвокат, то за работу, соответственно, адвоката. Правозащитные организации делают это бесплатно. Вот. Дальше. Если вам нужно что-то исчерпывать, вы идете по судам. Соответственно, все то же самое. Если вам нужно платить судебные сборы, вы платите судебные сборы, как в Украине, так и в России. Если есть возможность освободиться, вы освобождаетесь. Если вам нужно подавать заявление в правоохранительные органы, оно везде бесплатно, оно просто пишется и подается. Если вам нужна помощь адвоката платного, ну, естественно, никто бесплатно работает не может. Собственно, вот. То есть это стоит. Это стоит делать. Единственное, что как бы по предыдущему опыту, действительно, человек сам волен выбирать первое, юрисдикцию, то есть против кого он будет судиться. Второе, он должен всегда учитывать риски, что действительно у нас нет прецедентов, а пока мы их будем ждать, пропущены будут процессуальные сроки. То есть если всегда будешь проходить оккупационную юрисдикцию, ты рискуешь. Не будешь проходить, тоже, возможно, рискуешь. То есть тут человек должен всегда осознавать то, что это дело, возможно, кончится ничем, а, возможно, и кончится выигрышем. То есть не нужно полагаться на Страсбургах, на панацею. Но моя глубокая личная позиция, нужно это делать. Я вам больше могу сказать, мы очень близкие друзья и знакомые тоже уже давно это сделали. Но здесь бы еще хотелось бы сказать, что если есть желание человека судиться только против России или только против Украины, или только против двух государств, это должен быть его выбор. Потому что часто, не часто бывает ситуация, когда человек приходит, ну, например, к каким-то правозащитникам условным, да, говорит, вот, есть моя позиция, я хочу судиться вот только против государства А. Они говорят, нет, уважаемые, вот мы будем вам помогать только если вы судитесь против государства А и против государства Б, потому что мы не хотим быть замешанными в политику, у нас есть гарантодатели, у них есть тоже политика определенная, поэтому искре против А или против Б мы вам ничего не поможем, только против двух государств. Такое, к сожалению, бывает Я это воспринимаю не очень Человек должен сам выбирать Ну так у него есть выбор Он может просто сказать, ну хорошо, я с вами тогда работать не буду Я пойду к другим правозащитникам Но проблема в том, что очень редкие правозащитники Сегодня согласаются помогать только в исках против России Если только против России Ну в этом есть, я же говорю Есть свои риски Это чтобы потом выиграть Больше иметь шансов выиграть Ну тут разные доводы доводились Это сейчас на кофейной гуще Еще один нюанс, который мы говорили прежде Это что касается преступлений Против украинцев Ну граждан Украины на оккупированных территориях Допустим, там, не знаю Возьмем Донецк, Луганск, не сотни Вот Совершили преступление против украинца Какого характера преступления? Не знаю, насильственного характера Выкрали, пытали, освободили Здесь я хотел бы сразу уточнить Речь идет о преступлении со стороны Структур подконтрольной оккупационной власти Или это просто общеголовное преступление? Нет, зашли, не знаю, там Как у них там разные Гиви пришел, как представитель власти Как представитель власти? Ну да, но он же Условно говоря, как представитель оккупационной власти Там схватил кого-то В СБУ, в подвалу в Донецке Принес, бил, пытал, держал Отпустил Ничего не объяснил Ну отпустил, бывают такие случаи Отпустил Что делать этому человеку? Согласно тому, что было принято в середине мая Верховной Рады Украина говорит, что мы Не можем гарантировать определенные права Человека на оккупированных территориях Ну чисто физически Но тем самым Эти граждане остаются все равно Подождите, о чем О каком документе Верховной Рады вы говорите? Ну там было заявление Об отходе от некоторых обязательств Это другое Это ничем не обязывает Это касается, чтобы вы понимали Той части зоны АТО Которая подконтрольна украинским властям Речь идет не о каких-то злоупотреблениях С оккупационной власти А речь идет об очень небольших отступлениях От обязательств по статье 5 и 6 По законодательству Украины Со стороны наших правоохранительных органов Но я сразу хочу сказать Что этот механизм Он практически не применяется на практике Вот, я не знаю, у вас другая информация Нет, я скажу, что даже вот это вот Заявление об отхождении Я имею в виду те статьи Измененные, усиленные права Вот эти вот специальные статьи На практике не правоохранительные органы Ну, бывает иногда по задержанию По задержанию То есть это заявление, которое было сделано Оно имеет определенное значение Но оно абсолютно не покрывает Аккупированную территорию В этом случае у человека лучше всего Обратиться в правоохранительные органы Украины и Российской Федерации Вот то, что мы сказали Да Ну, что значит и все Ну, нужно следить за расследованием Смотреть, чтобы как бы расследовались Интересоваться Собрать необходимую документацию Подтверждающую фактические события Это может быть любая документация Фотографии побоев В том числе и документация Выданная оккупационными властями То есть с точки зрения Европейского суда Любое доказательство Может принято как доказательство Например, там какая-то, грубо говоря Там постановление Ну, скажем так, в кавычках Следователя о задержании Из ДНР Будет вполне рассмотрено Странно, как доказательство Почему нет? Вполне У нас есть много таких веселых документов Когда, например, вы же знаете У них там действует Уголовный кодекс ДНР Ну, фактически Уголовный кодекс Российской Федерации Они просто поменяли название Об этом получилось очень смешно У них там есть статьи За незаконное истребление морских котиков И тому подобное А уголовно-процессуальный кодекс У них УК Украинской ССР 60-го года То есть у них там такой коктейль Молотова И она берешь документ Там начинает следователь Руководствует УПК Украины Потом в середине текста плавно переходит на УПК ДНР А под конец имеем УК РФ И в этом же тексте УК ДНР А это еще бывает и УК Украины Все это в одном процессуальном документе То есть если такой, ну скажем так, салат Положить на стол в ЕСПЧ Я думаю, что судьи будут немножко Ну, скажем так, удивлены Ну, вот тоже хочу вот уточнить Вот непризнанное государство Они всегда Ну, но документация все равно имеет для суда Определенную значимость Ну, почему нет любые доказательства Поймите, мы доказываем Я просто сейчас, я же спрашиваю Вечь о вещественном доказательстве, а не о документе То же самое и для Украины Если вы сломали ногу и идете к врачу То, независимо от того, какой страны это врач То есть он делает рентген, пишет документацию Документацию о том, что, извините, вот у вас поломана нога Вам ее сломал Вася, который живет С ваших слов вам ее сломал Вася, который живет за углом Это документация, что у вас нога сломана Никаких ограничений по сбору документов нет У нас многие нарушения, в принципе, основаны на выданных документах нелегальных Например, сейчас люди рассматривают нарушение права на образование И показывают сразу, чтобы эти дипломы, которым она выдавали Это есть основание для обращения А шансы выиграть? Возможно Ничего сказать Но просто не знаю, как работает вообще суд-то То есть он по какому-то это прецедентное право есть? Да, есть прецедентное право Что нам, скажем так, усиливает позицию по купированной части Донецкой и Луганской областей У нас есть прецедентная практика по Приднестровью Достаточно четко Где в делах против Молдовы и России Там продают, как правило, против двух государств Ну, там, скажем так, и вина Молдовы больше в Приднестровье, чем вина Украины на оккупированных территориях Объективно говоря Ну, возможно, не знаю В некоторых случаях нет Скажем так, с государственной позиции, потому что они частично признают существование Приднестровья До юра Ну, возможно То есть это уже такой тонкий юридический спин И ссылаясь на это полупризнание, у них больше ответственности за это Там, во всяком случае, там законодательство, Женевская конвенция об оккупированных территориях точно не срабатывает Четвертое Более того, там еще есть один нюанс На территории Молдовы официально находятся правоохранительные органы Российской Федерации В частности, военная прокуратура На военной базе И молдавские правозащитники, когда они шли путем исчерпания национальных юрисдикций Они обращались именно в эту легально существующую военную прокуратуру Которую, естественно, например, на Донбассе нет российской И поэтому там действительно они в первых делах пытались исчерпать национальные механизмы Но, кстати, сегодня есть ряд выигранных дел, когда они уже даже и не обращались туда Я не против, я же не говорю, что... То есть я начался с ними, они сказали, что это как бы потом от нас никто не требовал И лишний раз просто им стало, честно говоря, просто заниматься документацией Не хотели они Вот такая ситуация Поэтому прецедентная практика есть и по Северному Кипру, и по Приднестровью Она позволяет европейскому суду четко установить критерии ответственности за территорию И здесь перспектива выиграть дела достаточно неплохая Вот интересно, а вы не знаете, например, ситуацию в Косово, кто на кого подает? Интересный вопрос, но здесь другая ситуация Косово полупризнанное государство Да, частично признанное Но, с другой стороны, Косово не является членом Совета Европы и членом механизма ЕСПР Не могу ничего То есть они не могут обратиться по большому Я думаю, что если бы я был человеком, посадавшим в Косово, я бы обращался бы и против Сербии И против, возможно, Албании, я пытался бы доказать какой-то эффективный контроль И против всех стран, а то тоже? Ну, это слишком широко Здесь речь об эффективном контроле А если коалиция действует? Если это было под контролем, понимаете, там очень много государств Смотрите, очень, вот, может быть, как-то разъяснить То есть если какое-то государство имеет фактическую юрисдикцию над территорией или образованием Оно несет ответственность Эту юрисдикцию Фактический контроль Были интересные дела, когда, допустим, судились там вот по поводу содержания в непризнанных тюрьмах в Ираке Когда, допустим, вот коалиционные войска содержали там заключенных Хотя Ирак никак в Совет Европы не входит И признавали нарушения по поводу того, что там вот коалиционные войска военнослужащие против государств Совета Европы признавали В Великобритании большая проблема, там очень много исков против Великобритании Связано с действиями ее военнослужащих Суд признает это Поэтому, я же говорю, здесь случай от случая Просто было интересно Просто здесь, почему из третьего государства, например, есть такая идея, что частично в ситуацию, которая сложилась на Донбассе Отвечают и иные участники формата переговоров, именно Франция и Германия Там, ну это очень-очень дискуссионный вопрос, он касается только тех обязательств, которые прописаны в Минске Например, они там обязались содействовать восстановлению финансовой системы Я не могу на это ничего ответить То есть, ну это тоже не наша позиция, просто я слышал такие мнения, что вот как бы они тоже в чем-то соучастники, скажем так, этого процесса Хотя это, конечно, дискуссионно Ну кто-то может и против них подать, как бы бумага-то все терпит Ну тут приблизительно так Ну смотрите, у нас есть информационный партнер, это интернет-издание «Обозреватель» Вот читатели, зная, что вы придете к нам на эфир, задают вам такие вопросы Первый касается, он единственный на самом деле Касается, оцените, пожалуйста, шансы Януковича выиграть суд против Украины Мы знаем, что Янукович подал против Украины А можно два вопроса? Какого именно Януковича? Виктора Федоровича Виктора Федоровича тоже, как бы, уточняет ситуацию Виктора Федоровича, да Суд европейского права человека Да, 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 да Он сказал, что там нарушались его права, там справедливое судебное разбирательство Там расследование покушений Ну я читал его жалобу То, что они опубликовали, я не знаю Возможно, там он нанял еще каких-то юристов, которые дополнили эту жалобу Или будет подавать какие-то новые жалобы Ну, шансы есть всегда Но вот то, что ему написали, по-моему, он переплатил Хороший ответ, а ваш какой вопрос? Ну, я не хочу комментировать эту жалобу как правительственную полномочию Могу точно сказать одно Во-первых, она нам еще не приходила на коммуникацию Что уже свидетельствует о том, что суд, скорее всего, не рассматривает ее как какой-то свой главный приоритет Я думаю, что там мы дадим достаточно обоснованную, развернутую позицию И будем ждать справедливого решения суда То есть, скажем так, из тех дел, которые сейчас рассмотрены в Европейском суде Это, ну, честно, не является главным из-за того, чего я по ночам не сплю Ну, да, вот смотрите, я не знаю, спите ли вы, то есть мешает ли вам спать Вот иски против Украины, их 30 по поводу действий правоохранителей во время Майдана Ну, это гораздо более важно, если серьезно, чем заявление господина Внуковича Ясно, ну, читателям интересно Потому что, ну, знаешь, ты переживаешь после победы Портнова в Европейском суде Не по правам человека Вот именно Просто в Европейском суде Европейского союза Да, в суде Европейского союза Ну, да, ну, в Люсенбурге он выиграл суд Ну, он выиграл имущественный суд По имущественным вопросам А, слушайте, они все ж юристы Все слушают, в Европе выиграл суд Портнов Он был в семье Януковича Ага, это сейчас подаст, сейчас выиграет, все Ну, поймите Да, и восстановит должность Европейского судом И восстановит, станет президентом Да, и восстановится решением Европейского суда по правам человека президентом И все вот Ну, окей, вы сказали, что это вот Может и не произойти потому что европейский суд это для них что по поводу исков от Евромайдана по поводу Евромайдана, кстати мы представляем вот этих заявителей в ВСПЛ большинство из них мы поддерживали адвокатов, которые подавали там большая часть наших мы и наши коллеги если можно убрать обозревателя он уже все это интересно один был вопрос от обозревателя это интересный вопрос тут довольно спорная и сильная позиция пока это дело на коммуникации мы посмотрим, что нам ответит правительство объясните, что такое на коммуникации если в двух словах сказать как проходит вообще разбирательство в европейском суде человек, который считает, что его права нарушены он подает жалобу есть определенного формата бланк который можно скачать на сайте европейского суда, он заполняется прилагаются необходимые документы доказательства, и человек или его представитель по доверенности подает это заявление в европейский суд дальше европейский суд все это получает, изучает рассматривает, соблюдены ли все формальные требования после этого, если все соблюдено он передает этот пакет документов правительству для того, чтобы оно его прокомментировало вот с этого момента наступает стадия коммуникации с этого момента каждому заявителю необходимо найти представителя который бы владел либо французским, либо английским языком чтобы защищать да, чтобы защищать и дальше вот начинается стадия коммуникации но он носит письменный характер да, есть исключения но в основном письменный характер то есть на этой стадии правительство комментирует вот эти вот возражения высказывает свою позицию согласно ли оно с нарушениями которые описаны в жалобе или не согласно и подает свои возражения уже заявителю или скорее его представителю представитель высказывает свою позицию все вот это вот эти позиции передаются суду суд их оценивает и выносит решение по делу собственно вот так выглядит стандартная письменная процедура в европейском суде возможно исключение возможно на каком-то этапе правительство соглашается признать нарушение или стороны соглашаются на мировое соглашение или же бывают исключения когда допустим в суде происходят устные слушания это такое бывает но крайне редко или же с другой стороны например когда мы имеем пилотное дело рассмотрение проходит по очень быстрой процедуре когда уже особо скажем так очень мало вопросов ставится правительству и сроки рассмотрения меньше но те дела о которых мы сейчас говорим явно не пилотные они очень комплексы и сложные хочу сразу сказать что по делам Майдана по всем остальным индивидуальным заявлениям связанных с войной и по межгосударственным заявлениям в секретаре уполномоченного сейчас создан отдельный отдел чего раньше не было и мы очень как бы естественно ответственно к этому относимся скорее всего будем просить отсрочку у европейского суда но она будет разумной мы абсолютно не хотим затягивать этот процесс это связано с тем что мы вынуждены коммуницировать с огромным количеством органов которые были увлечены в эти процессы и естественно мы заинтересованы в том чтобы максимально получить от них исчерпывающий правдивую информацию но я обещаю что эти дела в любом случае будут на особом контроле по качеству и количеству аргументов я думаю что они будут ну скажем так на достаточно высоком уровне то есть значит заявителям нужно бояться потому что на чем бояться нет ну государство в данном случае заинтересовано чтобы нарушение не было государство заинтересовано нет установить истину ну хорошо здесь я не хочу говорить о том упаси боже что мы заинтересованы в том что все дела против Украины были выиграны государством наоборот очень часто иногда выгодно даже в чем-то и проиграть чтобы потом иметь основания зафиксированные решения что-то изменить потому что моя функция же не только коммуницировать с судом я буду рад имплементировать меньше работы это будет выглядеть да странно что Украина будет нынешняя Украина пост Майдана будет это не странно это про пресса государства это абсолютно нормально потому что я уверен что абсолютно не все даже когда есть объективные нарушения часто они бывают когда заявитель указывает то что он хочет поверьте очень часто то что он хочет то что было в реальной жизни это какая-то 10 две большие разницы и наша задача вывести так смотрите у нас очень мало времени я хочу вам задать вопрос касающийся будущего вот я если не ошибаюсь еще не принят закон который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Голодомора я могу ошибаться но вроде не принят была административная насколько я знаю административная и так далее но смотрите какая ситуация Голодомор Украины признан не всеми странами этого мира да ну Россия по крайней мере не признает одна из которых не признает есть целый в этом году Швейцария проиграла апелляционный иск против европейского суда по правам человека почему потому что в 2008 году суд в Швейцарии осудил лидера рабочей партии Турции за отрицание геноцида армян тот в свою очередь подал в суд по правам человека за это решение он его выиграл Швейцария подала апелляцию но потом отклонили эту апелляцию ну судя по всему ну там что геноцид армян это не установленный факт исторический скажем так здесь очень многое зависит от того как он это отрицал что написано в Швейцарском законодательстве каким был процесс я не стал нельзя обобщать абсолютно я бы не стал нет просто я имею ввиду вот есть да вот армянский геноцид армяне говорят да геноцид Украина кстати его официально не признавала если я опять таки не ошибаюсь но по моему официального документа нет скорее всего турки не признают многие страны не признают я скажу очень просто вот если у нас кого-то посадят за отрицание Галдамора пусть по административному правонарушению пусть обратиться и тогда мы разберемся будет перспектива или нет а сейчас ну сложно сказать на самом деле просто отрицание чего-то это в первую очередь как бы свобода слова да свобода выражения ну так хорошо допустим сажают но есть другие случаи когда отрицание холокоста через суды очаг оправдывают и такое тоже бывает это очень противоречивая разношерстная практика и просто нас пока спасает то что насколько я помню никого не привлекали особо к этой ответственности а из тех кого привлекали он не дошел до Страсбурга соответственно вот такая у нас ситуация окей к сожалению наше время стекло из нашей беседы мы поняли что подавать в суд на права человека лучше все же пока то во-первых решайте сами на кого подавать то есть или на Россию только или только на Украину или на обе государства сразу то есть и на Россию и Украину вы говорите что лучше сразу обоих так больше шансов с вашей точки зрения получить положительный вердикт или по крайней мере чтобы европейский суд разобрался что на самом деле произошло вы говорите что есть нюансы все же думают очень много вы отказались мне называть и даже не мне так сильно а зрителям тем правоохранительным даже не правоохранительным тем организациям которые предоставляют юридическую консультацию ну бесплатно которые некомпетентны вы сказали что есть какие-то некомпетентны вы сказали что вы их не назовете зря потому что ну надо же знать кому лучше не идти вот скажите кто более-менее компетент ну Харьковская Хельсинская правозащитная группа более-менее компетентны или даже более чем менее компетентны можно говорить о том что есть механизм общий сегодня бесплатный центр правовой помощи министерства юстиции оказывают первичную правую помощь и возможности дело не очень сложное а такие там тоже есть стоит обратиться сначала или туда например человек живет в местности где вот не может он например сразу обратиться в Харьковскую Хельсинскую хотя бы какое-то первичное разъяснение норм конвенции он может получить бесплатном центре правовой помощи по месту жительства это тоже возможно в любом случае надо сначала пройти все инстанкции в своей стране здесь зависит от ситуации очень зависит я же говорю если у человека есть проблема пусть он обратится к специалистам ему хотя бы дадут консультацию чтобы он понимал что дальше делать у нас есть горячая линия в секретарате уполномоченного нам постоянно звонят люди мы никогда не отказываем есть личный прием граждан уполномоченного там тоже ходят заявители мы тоже даем ему консультации от этого абсолютно не уклоняемся тогда если вы позвольте мне чтобы резюмировать не занимайтесь самолечением но не откладывайте и не откладывайте тоже лечение то есть идите к специалисту да хотя это не врачи но тоже это зависит от вашего здоровья по крайней мере психическое спасибо еще раз благодарю вам за эту беседу оставайтесь с нами спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok